Турслет посвящен знаменательной дате празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и поэтому называется «Внуки Победы». В нем приняли участие 100 детей из 10 подмосковных детских домов. Среди почетных гостей – министр образования Московской области Марина Захарова. Я хочу поприветствовать вас от имени губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, правительства Московской области. Вы должны быть достойными памяти тех, кто воевал, памяти тех, кто победил. И самая главная ваша задача – помнить, гордиться и быть достойными. После линейки и небольшой игровой разминки участников слета поприветствовала президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Багдасарова. Я приветствую всех ребят здесь, приветствую наших гостей. Я очень рада, что мы все здесь собрались. Прошло 70 лет с тех пор, как наши войска одержали победу над фашистской Германией. Бок о бок они сражались за наше будущее, за наш мир. И сегодня у вас есть возможность проявить свой боевой дух. После того, как команды представили себя и свои лозунги, началась увлекательная игра под названием «Команда формирования». Участникам предстояло пройти несколько испытаний. Среди них – равновесие, мост, китайская стена, законы гравитации. Жюри выставляло командам оценки по пятибалльной шкале. Состязания проходили в лесной зоне. На поляне оборудовали специальную полосу препятствий и заранее провели дезинфекцию от насекомых. Все два дня лагерь находился под наблюдением сотрудников МВД и МЧС. 2 апреля, когда праздновался Международный день детской книги, то благотворительный фонд «Исток» находился с визитом в Салтыковском детском доме. И во время общения с воспитанником этого детского дома они высказали пожелание о том, что, конечно, у них много различных конкурсов, викторин происходит, но они бы хотели, чтобы их было еще больше, чтобы они были разнообразные, рассказали о своих увлечениях, о том, какими видами спорта они занимаются, и где бы еще они хотели себя проявить. И благодаря инициативе благотворительного фонда «Исток» родилась такая идея – провести для всех воспитанников и государственных, и муниципальных детских домов на территории Московской области туристический слет. Ребята с удовольствием знакомились друг с другом и наслаждались активным отдыхом на природе. Демонстрировали ловкость и силу на полосе препятствий, преодолевали труднопроходимые участки леса, используя веревочные переправы с поэтическими названиями «Бабочка» и «Тибетский мост». Особенно ребятам понравилось устанавливать двухместную палатку. Это еще один конкурс. Оценивалась не только скорость, но и качество работы. Внуки Победы настолько были увлечены играми, что эмоции били через край. Очень круто, очень весело. Мы этого момента очень сильно ждали. Китайская стена. Девочки слаженно кидали мяч, и мы должны были поймать. Это все делалось участием команды. Удалось? Да. Каждая команда стремилась показать лучший результат. Все ребята без исключения получили памятные подарки. Организаторы турслета очень надеются, что туристический праздник станет традиционным, а инициатива по его проведению будет исходить в первую очередь от самих детей. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».